Привет народ, с вами Алекс, и мы продолжаем играть в Евротрак Симулятор 2 и бороздить просторы России. Если что, все ссылочки на карту есть в описании под роликом. Вот так вот, и не забывайте, что мой музыкальный канал тоже по ссылочке в описании под роликом. Там вы найдете кучу интересной музыки, без авторских прав, которую вы можете использовать на своих каналах. И не забывайте подписываться, если вам понравится видосик. И также жать лайки и писать комменты. Так, погнали. Я взял груз, хотел взять новую почту груз, но... Не получилось. Короче, мы сейчас везем... Толь. 19 тонн из Мукачева. А, нет, в Мукачева. Из Ужгорода вроде бы, да, если не ошибаюсь? Да, из Ужгорода в Мукачева везем Толь. Расстояние нам нужно проехать каких-то несчастных 48 километров. Я думаю, это достаточно быстро пройдет у нас, потому что здесь... Ой-ой-ой-ой-ой, куда я поехал? Потому что здесь километраж не один в один, а немножко меньше. Давай, Века. Народ, тачки здесь пока что на этой карте я не покупаю, потому что... Денег у нас нет. То есть, чтобы купить тачку, надо накручивать. Вот так вот. Поэтому... В принципе, мы можем кататься абсолютно на любой тачке. Абсолютно на любой. Но что в этом у нас нет проблем, так как нам бесплатно их дают. Вместе с грузом. Так что, те, кто просили скани, там, дафы и так далее, тут на чем угодно можно поехать. Вот так вот. Копы едут. На десяточке. Жаль, что не на Приусах, да? И не на этих... Как их? На Митциках, Аутлендерах. Так, ну здесь мы когда-то были. Вы помните это место. Чего-чего? А, нет, все нормально. Что-то у меня на карте так нарисовано... А, там новая почта светится. А я смотрю, думаю, нафига мне сворачивать там направо нужно будет. А то, оказывается, обманочка такая. Летим. Мне кажется, максималку мы сегодня даже не выжмем на ней. На Ивека. Кстати, выглядит прикольно. Раньше не нравилось. Сейчас смотришь, такая, ну... Есть все-таки стилек, да? Ивека. Хайвей. Прям для хайвая сделано. А база какая-то... Войтурекс какой-то. Я не знаю, как это правильно прочитать. Думаю, что вам виднее. Кстати, что у нас есть на менюшке? Ну, такое. Мало, кстати, разделов в менюшке. Что, нарушать будем, не будем? Ну, как, кстати. Немножко, наверное, будем нарушать. Но я думаю, что на светофорах теперь будем останавливаться. Потому что промежуток трассы у нас совсем небольшой. О, зелененький. Вот, обгонять, я думаю, можно. Да, хотя сейчас мы их, в принципе, обгоним. Так, а мы здесь вылетали или нет? Наверное, да. Да, я помню этот заборчик. Так, что он везет? С виду какие-то то ли фиаты, то ли реножки, то ли такие же и века. Вот сейчас будет еще миловка. Да. Так, нам прямо. Летим. Ограничение 50. Ну, сейчас в пауэроте тачка появится? Нет, нету. Дорога позволяет топить. Кстати, а сколько у нас вообще тут еще городов? Нам, в принципе, можно нормально так проехать тут. И вообще не париться. Мне так кажется. Своляво. Дальше школе. Что это такое? Вообще не знаю, что это. Нормально, нормально. Все четко. Карта будет доделываться, поэтому будет больше промежутков, куда можно ехать. Так, тихо. Рейнджровер, ну ты хоть определись, куда ты будешь ехать. Что, тут по-любому копы должны стоять на кольце. Нету? Нету. О, там Стелла стоит. Там Стелла. Наверное, на Ужгород написано. Да, в Ужгород. И там люди фотаются. Топим. Нифига ты, фури как притапливают. Кстати, что у нас по фарам? Габариты, наверное, включу. Снизу-то эти противотуманки не подсвечиваются. Видите, да? Чё-чё-чё? Барвинок. Это какое-то село, наверное, или посёлок. Барвинок называется. Так, это я сильно топлю? Или он притормаживает перед пешеходным? Нифига тут хаты. Похоже, как Америка какая-то. Трасса такая. Как из Запорожья в Днепр. Так, барвинок закончился. Сколько валим? О, 110 почти. Нифига себе. Вообще, плавненько идёт. Дорога идеальная. Мне бы такие дороги. Я бы каждый день катался. Ну, не в ЕТС, а в жизни. Мне кажется, мы уже почти приехали. А, нет, нам ещё ехать и ехать. Мы где-то треть всего лишь проехали. Справа чё-то поля, что ли? А, да, поля. Обязалось, там кусок железной дороги какой-то. Что это? Какие-то животные. Или фаршированные животные, или просто животные. Хотя-то рефрижератор вроде бы был, или просто полуприцепт. Но явно не для скота. Опа. Прыжок будет, нет? Нет, плавненько. Всё плавненько. Сколько мы едем? 128. Нифига себе мы топим. Нифига. Чё там дело? Это... Чё это? Поле для футбола? В траве и под углом таким. Нужно было тогда уже одни ворота ставить снизу, другие сверху. Как раз... Была бы поблажка для одной из команд в игре. Скажется, скорость 140. Да, 130, 180, 139 только что была. Вот это наваливает. Ах, я в принципе тут обгонять можно. Нафига я включил дворники. Нужно было не тормозить, сейчас бы всех обогнал. Так, влоговская заправка вижу. Да, вот такое совпадение, кажется, будто пропустил меня. Чё они все в левый ряд попёрли? А, тут сужение уже. Нифига они шпарят. Чё так быстрее идут? Опа! А нам можно обгонять. Сейчас придётся вклиниваться куда-то. А, нет, нет, нет. Кто по нашей полосе тачка ехал. Мне казалось, речка выехала. Просто как пуля валит. Нифига, сколько он идёт? Его еле догоняю. Мы идём в 130. Пассатик валит. Так, там сейчас, скорее всего, будет светофор какой-нибудь. Поэтому лучше оттормозиться. Светофор только в одну сторону? А, он не работает, понятно. Тогда всё в порядке. Главная, главная дорога. Но, ничего, нормально, вроде ползём. Автобусная станция какая-то. ВМ. ВМ это что-то новенькое. Чьи номера ВМ? Факт да полис. Опа. Испугались. Испугались. Испугался. Не, не испугался. Нифига, как поджимает. Хитрый. Чё там за рожа такая? Стопэ. Стопэ. Нифига, так тут типичный коп сидит. Ой, насквозь пролетел. Не, так у него лицо не очень выглядит. Ладно, поехали. Так, а чё у меня поворотник моргает? Нифига, так написано. Грузовик года 2013. Вы чё, офигели что ли? Это задержание. Нет? Он дальше полетел просто. Он испугался, решил меня объехать и просто улететь в закат. Или в рассвет. Или в обед. Вот это расход шикарный. 77 литров на сотку. И пассатик за ним полетел, который наваливал хорошо. Чё, кто следующий? Не, дальше слишком далеко. Фурик вряде будет топить за сотку. Чё там? Чё там? Поворот куда-то. Кличанова. Не знаю такого. 560. У нас чё, 560 лошадок что ли? Офигеть. Чё это было? Памятник что ли? Или что-то другое? Мукачева! Нифига, чё, оно реально так и сделано? Реально так и сделано? Мукачева. Прикол, чё вообще такое? Типа из бетона, но такой вид, будто на каком-то мраморе чуть ли не стоит. И вот эти вот означают, будто какие-то... Буква М такая, будто горы какие-то. Выглядит так. А что, направо-направо заправка. ДП... О, ДПСники. На чём они тут стоят? На Вольвешниках. Вольво? Вольво, Вольво. Ладно. Так, а мы можем на лёпы. Погнали налево. Хотя здесь, судя по знаку, наверно односторонние. Ну, по крайней мере, так выглядит. О! Вогмаркет. Может там похавать нормально. Кстати, цены-то низкие. Сейчас 95-й на Воге должен стоить, не Мустанг обычный. Ну, гривен, наверно, 30 или 31. Здесь одно. СТО там какая-то. Так, ну, а наша база где-то уже рядом. Судя по всему. Раз мы в Мукачево приехали. Оп. Наехали немножко. На бровку. Лукойл. Тоже такое себе. Топливо. Хотя дешёвое. Я, кстати, даже не посмотрел на цену, какая там цена, но... Лукойл реально дешевле всяких Вогов и так далее. А гривны на 2, а может и больше. Так, нам направо. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Ну, хоть встречки не было. О! Город. И реклама Черниговского. Ух ты, а чё такое? Универсам. Бристоль. Тихо. Не сбиваем. Не сбиваем. Слушай, город тут вообще большой по карте или нет? Ну, явно побольше Ужгорода. То есть, можно так объехать вокруг себя. То есть, в принципе, я мог ехать там прямо, сэкономить скорость и долететь просто. Походу так. Народ, кто из Ужгорода? Пишите. Ой, из Мукачево. Пишите в комментах. Похож городок или нет? Чё тут? Ух ты. Кадровое агентство прикольно выглядит. Да я ж отключил тебя. Чё ты моргаешь-то? О! Дороги родные. И новая почта. Так, куда нам выгружать это вот? Такс. Такс. Пожалуй, сразу, наверное, развернусь. А теперь погнали парковать. У меня такое ощущение, что на другом, как сказать, аккаунте профиле у меня руль просто бодрее крутится, поэтому я как-то быстрее паркуюсь. И реально даже сейчас еду, я туплю. Идеально. Почти. Зато ни разу не ударили. Так, 49 км, 46 минут, 24,7 литра мы потратили. И наш уровень становится энтузиаст. Так, на что мы его потратим? Эко вождение это не про меня. А, у нас только один. Ну, ладно. Так, куда мы дальше сможем поехать с вами? Заказы агентств, прямые перевозки. Из новой почты. Из новой почты. Один из стрит... Ох, нифига себе. Куда сразу? В... Сколь этот? То есть, свалява нет. И еще дальше. Еще дальше. В солонку есть из новой почты. На Vogue. Цистерну. Интересно. Народ. Пишите в комментах, если вам понравилось это видео. Не забывайте подписываться на мой канал. Ну, а я с вами на этом прощаюсь. С вами был Алекс. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok